МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа «Через край». Здравствуйте. Миллион рублей талантливой молодежи. На Кубани подвели итоги губернаторского конкурса и инновационных проектов премия IQ года. В нем приняли участие почти 200 молодых людей. Победители получили денежные премии на развитие своих научных проектов. Какие прорывные инновационные проекты предложили молодые инноваторы края, как начинающих кубанских ученых поддерживают власть и как стать участником конкурса премии IQ года, об этом поговорим прямо сейчас. Вам, наши телезрители, я напомню, что вы можете стать участником нашего эфира и позвонить к нам по телефону в прямой эфир 274 11 14, код Краснодара 861. Также вы можете задавать ваши вопросы в WhatsApp по номеру 8 918 120 62 0. Традиционно мы ведем голосование на сайте kuban24.tv. И сегодня вопрос дня звучит так. Как стимулировать науку? Такие варианты для ответов мы вам предлагаем. Улучшать образовательную базу в вузах, поощрять грантами молодых ученых, внедрять разработки в производство или же талант пробьется сам. Вот сейчас лидирует вариант 45% наших телезрителей голосуют за вариант внедрять разработки в производство. Ну, о том, как внедряются разработки в производство, мы поговорим с нашими гостями. У нас член экспертной комиссии, которая была в конкурсе премии IQ года и участник, победитель одной из номинаций. И давайте, Богдан, поскольку вы уж стали победителем, давайте с вас начнем. Расскажите, что за проект вы презентовали и насколько его успешным посчитали, и насколько он вообще интересен в масштабах нашего региона. Мой проект называется «Разработка роботизированной платформы для тренировки по хитованию». На самом деле, можно очень долго об этом рассказывать, ну, из-за чего даже, не знаю, начать. Почему фехтование? Давайте с этого. Ну, дело в том, что с 11 лет я занимаюсь фехтованием. Да, и уж очень полюбил этот спорт, просто не могу без него, но ушел немного в другую профессию. То есть, компьютерная технология, робототехника, вообще все, что с этим связано. И вот я долго-долго бился, вот что же выбрать, но не мог. И вот решил все это объединить, и вот родился вот такой проект, как вот робот-фехтовальщик, скажем так. Ну, помимо этого, есть еще много других интересных проектов, но также вот связано вот именно с этим. Если говорить о роботе-фехтовальщике, почему нужен робот, почему не человек? Ну, почему, да. Дело в том, что сегодня вот таких регионов, как Краснодарский край, ну, и других, собственно, которые не относятся к Москве, там, Санкт-Петербургу, очень мало хороших спарринг-партнеров и хороших тренеров. И возникает вот такая вот спортивная монополия, вот в Москве, Санкт-Петербурге. Очень сложно догнать хороших спортсменов, чтобы выйти вот на высокий уровень. Вот сейчас был недавно чемпионат Европы, и там, конечно же, были москвичи, то есть, ну, центральные регионы. Очень сложно пробиться. И к тому же, вот современная молодежь, как мы знаем, ну, любят гаджеты, любят цифровые технологии, они уже устали вот от этих вот старых методик, и хочется что-то вот новенькое. И вот родился такой проект, то есть, соединились мои две интересные области, как робот-фехтовальщик. Он помогает, собственно, чем? То есть, он позволяет заменить, скажем, ну, не заменить, а, может быть, пока что дополнить тренера и заменить напарника, с которым можно отрабатывать какие-то фехтовальные приемы. То есть, это, там, фехтовальные уколы, фехтовальные переводы, точность, скорость уколов, ну, и так далее. То есть, мы совершенствуем эту разработку. То есть, в перспективе это он сможет, ну, сейчас может уже определять образы, определять движение спортсмена, но мы хотим делать так, чтобы при определении образов и движения спортсмена, он уже мог строить какой-то алгоритм противодействия, ну, в соответствии с тем, что он видит на данный момент перед собой. Мы с вами успели поговорить до эфира, и когда вы мне рассказывали о своем проекте, у меня представление почему-то вот голливудского фильма «Живая сталь». Наверное, у вас тоже. Вот насколько маневренный ваш робот? Он также может отражать атаки? Или же еще нужно над этим работать? Да, отличный пример, на самом деле. Ну, к сожалению, сейчас манипулятор, конечно, не позволяет делать там такие маневры, как делает спортсмен-фехтовальщик. Ну, связано это, конечно же, с финансовыми, в первую очередь. Я, в принципе, предполагаю, какой можно поставить манипулятор, но, к сожалению, пока что не могу себе это позволить. Возможно, пока нужен какой-то инвестор, собственно, поиск, которым мы сейчас занимаемся. Ну, в целом, то есть это вполне возможно, чтобы достичь скорости спортсмена, ну, поставив такой манипулятор. Спортивное сообщество будет заинтересовано в вашем проекте? Кому-то уже предлагали? Да, заинтересовано, на самом деле. Сейчас текущую модель роботов, хочу сейчас поставить в наш фехтовальный зал, это зал «Чемпион». У нас возле Белосхитхола в перспективе, то есть это можно будет продавать и за границу. К примеру, в Италии фехтование так же популярно, как футбол. То есть там эта технология будет очень востребована. Ну, также Франция, Великобритания, ну и, конечно же, Россия. То есть, да, естественно, да, заинтересованы. Вы сказали о том, чтобы повысить маневренность, нужны деньги. Вот сколько нужно для того, чтобы ваш проект реализовать в полной мере? Просчитывали? Сложно, сложно. Просчитывали примерно, примерно. Ну, чуть более миллиона нужно сейчас. То есть, предполагаю. Ну, естественно, то есть при исследованиях понадобятся, возможно, еще какие-то ресурсы. То есть нужно там брать с запасом. Вот. Илья Сергеевич, вам, как человеку, который оценивал работы ребят на конкурсе, запомнилась работа? Да, вы знаете, однозначно, можно сказать, что работа запомнилась. И вообще очень приятно было слушать ребят. А когда такие инновационные, имеющие актуальность и действительно коммерческое применение, проекты представляются такими талантливыми ребятами, которые зацепляют, так сказать, по всем этим направлениям и однозначно заслуживают, собственно, как и было оценено, наилучших оценок, наилучших баллов со стороны экспертов, наивысших, да, поскольку я стал победителем. Ну, вы работаете на кафедре радиофизики и нанотехнологии Кубанского госуниверситета, а вы учитесь в технологическом университете. Вот есть некое такое соперничество между вузами по представленным работам? Или же все-таки это идет именно на качество представленных работ на конкурс? Я думаю, что здоровое соперничество, спортивное, оно есть всегда, и не только между Кубанским университетом и Политехом, наверное, не только между и высшими мы, там, может быть, мы и с МГУ можем потягаться в какой-то степени, да. Но, естественно, оценка проектов идет исключительно по тому, как, по самому качеству проектов, потому что, ну, здесь не имеет смысла ровным счетом никакого, там, кто-то с Кубанского, кто-то с Политеха, здесь оцениваются ребята, которые талантливые, которые представляют свои проекты, которые хотят внести и в развитие и своего университета, и региона, и, возможно, даже всей страны, какую-то частичку себя, частичку своего проекта. И, конечно же, мы поддерживаем исключительно, ну, даже как бы, даже не глядя абсолютно, какой это регион, там, какой это университет и так далее. Ну, тут просто даже бесспорно. Насколько вот эти вот идеи, которые представляет наша кубанская молодежь на этом конкурсе, быть может, вы являетесь еще участником других конкурсов, насколько они новаторские и насколько они идут в ногу со временем? Вы знаете, вот последние годы, можно отметить, появился рост действительно качества проектов. То есть, если еще, может быть, 10 лет назад проекты были чуть-чуть хуже представлены, чуть-чуть меньше проработаны, то сейчас, наверняка, за счет того, что существуют вот такие мини-школы для людей, которые, ну, я называю этот проект конкурс, потом мини-школой, потому что это дает даже участнику, который не победил, это дает своеобразный опыт, который ему помогает подготовиться, возможно, к какому-то следующему конкурсу, возможно, к какой-то еще работе в своей жизни, который вот этот маленький путь прохождения, там же несколько этапов целых прохождения этого конкурса, от заочного до очного представления. Ему очень сильно помогает, ну, вообще этот весь этап. А вот вы сказали заочный-очный, чем они отличались и было ли сложно в эти моменты? Заочный, то есть, это, получается, вы дома оформляли документы, присылали, да? А вот когда уже был очный, когда вы друг друга увидели? Ну, был такой вот некий страх, быть может? Ну, страх всегда присутствует, это даже какой-то плюс, то есть... Стимулирует. Да, ну, для меня это был не первый конкурс, не знаю, к счастью или, к сожалению, надеюсь, не последний. Ну, да, немножко было, конечно же, презентации, он всегда присутствует. Можно ли назвать вот конкурс премию IQ года стартом к какому-нибудь федеральному конкурсу, который вот по вашей линии, может быть, да, или по вашей, ну, вот такой вот именно технологический? Ну, знаете, да, то есть, этот конкурс, как бы, не то, что, наверное, больше значимо об денежной премии, сколько, возможно, даже реклама, которая позволяет потом привлечь к себе какие-то финансы, действительно, какие-то, возможно, венчурные инвестиции. Предложения поступали? Предложения были, но пока условия не очень устраивают. Если говорить о ваших дальнейших работах, то это будет, во-первых, я так понимаю, досовершенствовать вот эту вот модель, да? Есть ли еще какие-то научные разработки, над которыми работаете? Да, то есть, первоначально, как я начала заниматься этой темой, это был тренажер для тренировки чувства дистанции в спорте. То есть, вот, от него уже пошла вот разработка вот этой роботизированной платформы, ну, которую, собственно, я продолжаю сейчас разрабатывать. На тренажерном часы работы сейчас уже закончил НИР, сейчас, ну, практически НИОКР тоже, ну, уже где-то на половине перспективе. То есть, я начну сейчас, скорее всего, с него, то есть, я уже начну коммерциализировать, попробую на нем. А роботы-то более такой долгосрочный, я бы сказал, проект. То, что я говорил, кстати говоря, про то, что нужно там около, ну, больше миллиона, то есть, соответственно, это будет ТЕСА-модель, то есть, это будет НИОКР. Чтобы сделать уже рабочую, уже производство, модель, которая пойдет уже в продажу, соответственно, нужны еще приличные финансы, то есть, на разработку уже готовой модели. При разработке моделей преподавательский состав помогает? То есть, это сам участник все делает? Или же все-таки научное сообщество постарше поддерживает? Ну, преподаватель, я бы сказал, больше как ментор, он больше направляет, то есть, куда двигаться. Если, допустим, ты сбиваешься с пути, то есть, он уже, ну, допустим, мой научный руководитель, Михаил Геннадьевич Решняк, то есть, он уже прошел какой-то путь, он уже выиграл какое-то количество конкурсов, он уже, ну, пытался уже кое-что даже коммерциализировать. То есть, он уже, ну, знает такую проторенную дорожку и может подсказать то, чтобы не сбился где-то с пути. То есть, вот он направляет. А вот если говорить о Кубанском госуниверситете, студентам, которые работы свои представляли, будь может, и с вашего факультета, какие-то вот наставнические такие вещи рассказывали, как правильно себя презентовать на конкурсе? Ну, как член комиссии я к этому отношения не имел, конечно, а как, возможно, ребят, ну, конечно, видно, ну, уровень, он всегда виден. Когда человек выходит, и за ним сильная школа, это всегда чувствуется. Когда выходит человек подготовленный, когда у него есть очень сильная материально-техническая база ВУЗа, которая может помочь ему осуществить исследования. Ведь действительно, сейчас уровень науки настолько высокий, что осуществить какие-то серьезные исследования и какой-то серьезный проект не всегда возможно, ну, на пальцах в гараже, да. Поэтому мы, в принципе, не удивляемся тому количеству, ну, преобладающему количеству людей все-таки с ВУЗов. Но это абсолютно естественно и понятно, потому что огромная материально-техническая база ВУЗа, конечно же, дает какое-то преимущество, ну, в технологиях, в подготовке проекта, в опыте старших наставников, которые, естественно, каждый наверняка готовит своего птенца для победы. Престиж ВУЗа здесь играет роль? Кто победителями стали? Или же все-таки больше на то, чтобы проекты продвинуть, инновационная работа ведется? Ну, конечно, естественно, чтобы продвинуть проекты. Но тут люди, вот это, понимаете, это нужно, вот там нужно находиться, мне трудно передать словами, но это нужно находиться и чувствовать. Когда выходит человек, и вот он всей душой горит, он этому проекту посвятил, ну, может быть, не всю свою жизнь, но он посвятил вот все ближайшее, он живет этим проектом. Свободное время, да. Он чувствуется, свободное время. И он, ну, вот человек горит. И такие ребята, большинство, которые прошли финал, это практически все. И, то есть, ты людей, конечно же, оцениваешь, ну, какие могут быть там ВУЗы, не ВУЗы и так далее. Тут, естественно, качество, уровень проекта и вот коммерческая составляющая, которая могла бы быть развита в крае или, значит... За его пределами. А вот если говорить о проектах, которые в этом году немного не дотянули, но вот если их доработать и в следующем году прийти, заявиться на премию, есть такие, вот вы видели такие проекты, которые реально можно воплотить в жизнь? Да, у нас очень часто так происходит, что на следующий год приходит человек, ему некоторые эксперты делают очень дельные замечания, подсказывают, возможно, в какую сторону ему стоит дальше развить свой проект. И действительно, через год приходит человек с уже детально проработанным, с серьезно там усовершенствованным проектом, и действительно, он может, такие случаи были, он завоевывает место там с первого по третий у нас, соответственно, призовые места. Несколько раз участвовать в конкурсе можно, как я понимаю, да? Если даже призовое место... С разными проектами можно только. С разными? Да, да. Ну, конечно. И, ну, опять же, условия до 30 лет, если успели еще одну научную разработку сделать. Я желаю удачи вам в вашей научной работе. Разговор о премии IQ года продолжим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. Это программа «Через край». Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня мы говорим о губернаторском конкурсе молодежных и инновационных проектов премии IQ года. И в этой части программы поговорим с победителями и представителями Министерства образования, науки и молодежной политики. Я, наверное, Олег, предоставлю слово вам. Вы стали победителем в номинации проектов лучших инновационных в сфере охраны окружающей среды, энергоснабжения и альтернативных источников энергии. Расскажите, что представляет собой ваш проект и как долго над ним работали? Мой проект представляет высокопродуктивную автоматизированную систему «Хексагон», которая, в свою очередь, помогает быстро и качественно выращивать агрокультуру посредством применения современных технологий. Так, давайте теперь поподробнее, потому что технологическую сторону этого, наверное, не все, в том числе и я не совсем понимаю. Вот у меня еще написано, что это теплица закрытого типа. В чем новизна вашей работы? Новизна заключается, в первую очередь, в том, что эта система представляет собой шестиугольную призму, которая позволяет выращивать любую агрокультуру. Дело все в том, что эта система является на 27% эффективнее, чем современные аналоги под названием «Гроу-боксы». И в связи с этим я решил этот вопрос с помощью геометрического конструктива. Как долго работали? Я проработал порядка полугода над этим проектом. Полностью его проработал с технической точки зрения, с точки зрения архитектуры, установки внутри всех элементов и, конечно же, невосредственная сборка макета. Есть ли у вас уже сейчас на примете место, куда можно наладить редакт сбыта? Пока еще нет. Люди слушают меня, смотрят на мой проект и пока все думают. Ну, в нашем огражденном крае, я думаю, вам сам Бог велел ваш проект реализовать. Андрей, расскажите вы о вашем проекте. Вы победили в номинации «Лучший инновационный проект в сфере компьютерных технологий и телекоммуникаций». Что вы разработали? Я разработал асинхронный генератор с особой трансформаторной обмоткой. Суть обмотки заключается в том, что она позволяет понижать пусковые токи на потребителях. Эти установки можно использовать в модели... Облучение? Нет. А что это? Пусковые токи это что такое? Пусковые токи это когда мы запускаем какую-то нагрузку, она потребляет ток. Нагрузки, перегрузки, это все решается путем наших сетей, централизованного электроснабжения. Но если мы берем сельскохоз угодья, там нет возможности использовать централизованное электроснабжение за счет его удаления. Поэтому нужно решать вопрос, и мы используем альтернативный источник электроэнергии. Один из них это асинхронный генератор, который можно устанавливать в разных местах сельскохозяйственных территорий. Одни из них это мобильные поливные установки, где я и планирую применить свой мобильный поливной агрегат. Работали самостоятельно или все же научный руководитель был у вас? Нет, конечно мы работали в команде с научным руководителем, также консультантами с параллельных кафедр. Как долго вы занимались своим проектом? Своим проектом я занимаюсь на протяжении 2,5 лет с момента поступления моего на вторую ступень высшего образования, магистратуру. И в этот момент я задачился вопросом, как решить эту проблему. И вот на протяжении этого времени я занимаюсь разработкой этого агрегата. Есть ли у вас на примете хозяйство, куда можно внедрить вашу научную работу? Несомненно. Мы проводим полевые испытания на территории нашего края, непосредственно в Силковском районе. Там есть несколько дружественных фермерских хозяйств, где мы проводим полевые испытания и устанавливаем наши агрегаты. Так, но это пока испытания. Если говорить уже о промышленном масштабе, хоть и в небольших... Промышленный масштаб мы сможем подсказать вам только тогда, когда мы проведем весь комплекс испытаний, получим патент на именно необходимую трансформаторную обмотку, и после этого мы уже сможем сказать, куда конкретно мы внедрим. Мы сравниваем, конечно же, наши результаты с нашими русскими производителями асинхронных генераторов, также заграничными. Ну, судя по тому, как уверенно вы говорите, мне кажется, что внедрение вашей задумки уже в такой промышленный масштаб должно случиться в ближайшие годы. Да, сомнений он не вызывает. Мы рассчитали экономическую целесообразность, то есть при вложении порядка полутора миллионов рублей мы создаем свой асинхронный генератор, который окупается в среднем за три года. В дальнейшем он будет выходить только в плюс в любом сельскохозяйственном угодье. Светлана Георгиевна, я вот теперь хочу к вам перейти. Судя по тому, насколько студенты, те, кто уже закончили высшее образование, получили, насколько они подробно знают свое дело, тут вот действительно уже и до федеральных конкурсов недалеко. Насколько сегодняшняя наша премия IQ выросла по сравнению с первым конкурсом, который был 11 лет назад? Давайте, правда, немножечко в историю, одиум этого конкурса. Я думаю, сегодня никто об этом не говорил. Мы в нынешнем году перешагнули 10-летнюю планку, то есть мы в 11-й раз проводили этот конкурс. Он с большим, в общем-то, опытом. И, безусловно, разное количество подавалось проектов на этот конкурс. Безусловно, определенный рост по количеству подаваемых проектов, да, безусловно, присутствует. Но, если, предположим, говорить относительно прошлого года, несколько меньше получено проектов нами в этом году. Но, тем не менее, как отмечает экспертный совет, качество этих проектов гораздо выше. Особенно тех, которые вышли в десятку лучших в каждой из номинаций. Поэтому здесь мы, в общем-то, никогда не гнались за количеством. Нам гораздо приятнее, когда ребята, на самом деле, вот я уже слышала о том, что и в предыдущей части ребята говорили о том, что не только приходят впервые на этот конкурс, но и дорабатывают благодаря тому, что общаются в формате открытой презентации с экспертным советом, получая какие-то рекомендации, определяя для себя какой-то вектор развития. Ребята приходят вновь и добиваются серьезных результатов, получают премии и уходят уже с премии на более серьезный уровень. Если говорить еще об истории этого конкурса, то мы, по сути дела, за 11 лет рассмотрели более 2,5 тысяч проектов. И на сегодняшний день у нас 155 победителей отмечены премиями, а это более 20 миллионов рублей. А вот если говорить как раз-таки о победителях прошлых лет, можем ли мы сегодня как-то сказать, что многие из этих работ или часть воплотились в жизнь? И ребятам удалось запустить их. Да, конечно, нет такой подробной информации. Тем не менее, мы, конечно, стараемся следить за тем, как складывается в дальнейшем судьба наших конкурсантов. Кто-то к нам приходит в качестве экспертов, не без того. Безусловно, ребята, да, они растут. Если говорить конкретно, положим, на моей памяти и то, что я узнала в процессе работы в качестве руководителя государственного учреждения. Один из конкурсантов, победитель 2012 года, подчинок, по-моему, Николай, человек, который занимался разведением осетровых рыб, сегодня является просто преуспевающим предпринимателем на территории нашего края. Его, наверное, очень многие знают. Это приятно. Давайте, я думаю, еще для тех, кто не принимал участие, но захотят, кто может принимать участие в этом конкурсе, расскажем. Давайте об условиях. В нашем конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Краснодарского края. Это и студенты, это и молодые ученые, это аспиранты. Также отмечу, что в этом году повысился уровень участия школьников. То есть, поскольку от 14 лет мы принимаем конкурсантов, то в этом году муниципалитеты просто очень дружно откликнулись на этот конкурс, как никогда. И среди старшеклассников были очень интересные работы. Я думаю, что эти ребята уже прочно стали на именно вот эту волну, сели и однозначно мы их ждем в будущем с этими же, может быть, проектами, а может быть и нет, на доработанными и более серьезными. Можно говорить о том, что представлен не только Краснодар, но и все районы. Я вот насколько читала, по-моему, самый младший участник как раз-таки был из района. Школьник, да. Школьник из муниципального образования и ни один у нас, порядка трех школьников в этом году принял участие в конкурсе. Да, и тут нельзя лукавить. Наверное, все-таки Краснодар, он остается таким основным поставщиком, поскольку серьезные глобальные наши вузы, они расположены на территории города Краснодара. И, конечно, преобладающее большинство участников это представители университетов наших государственных, но тем не менее, тем не менее, муниципалитеты представлены также филиалами Кубанского государственного университета. Школьники, как я уже сказала, кстати, школьники, представители разных муниципальных образований. Не сложно им бороться с теми, кто уже в вузе учится? Ну, нельзя, конечно, поставить на один уровень работы старшеклассников и уже маститых ребят. И как раз это повод для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, у нас совсем скоро состоится, вот как только мы закончим с награждением, с вручением наших премий конкурсантов. Мы, как раз не уходя надолго, а как раз пока еще все, в общем-то, живо в восприятии, мы хотим собрать обязательно рабочую группу из состава представителей экспертного совета, в том числе организаторов этого конкурса, для того, чтобы все-таки проговорить о форматировании его. И как раз вот речь идет о том, чтобы вывести школьников в отдельную категорию, которая бы отдельно оценивалась и отдельно бы награждалась. Потому что сейчас, конечно, им сложно тягаться с ребятами из вузов. И они, как правило, они приходят для того, чтобы попробовать силы себя, как-то вот практиковать какой-то формат презентационный свой. И я думаю, что они вернутся, это однозначно. В этот конкурс, неважно, в этот конкурс, либо они уйдут на уровень еще более высокий. Вероятно, это может быть всероссийский конкурс «Умник», пожалуйста, тут, в общем-то, сейчас. В само название конкурса входит слово «премия». И, соответственно, премия тоже здесь, я думаю, немаловажный такой стимул. Давайте расскажем, я вот назвала цифру общую, миллион получают на всех победителей, фонд распределяется. Какие награды за первое, второе, третье места? Первая премия составляет 100 тысяч рублей, вторая 60, третья 40. Ну, здесь нужно сказать, что в разные годы сумма была не только 1 миллион. То есть был период с 2012 по 2015 годы, когда мы имели в бюджете программы развития образования 3 миллиона рублей. И, понятно, мы могли отметить все-таки более серьезные суммы наших конкурсантов, но мы не жалуемся. Дай бог, чтобы премия наша росла, и это будет более серьезным подспорьем нашим конкурсантам. Надеюсь. Да, а вот теперь вопрос к конкурсантам. Вы заняли какие места в своих номинациях? Третье. Третье. У вас третье. То есть у вас получается по 40 тысяч. Вы уже знаете, куда направить эти деньги? Конечно. Лично я готов эти деньги потратить на продвижение своего проекта и наращивание своей производственной мощи, чтобы больше проектов было и чтобы проработка была более качественная. Проработка вы имеете в виду что именно? Использование новых технологий, более качественный и более тонкий анализ системы, чтобы она была более точной, ведь качество системы зависит не только от ее оснащения и непосредственно от настройки. И более качественную настройку можно осуществить только с помощью качественного оборудования. А вы работаете над своим проектом дома или на факультете? Да, я занимаюсь этим проектом дома у себя и в свободное время, конечно же. Это где? Это частный дом? Да, это частный дом. Это частный дом с небольшой пристройкой, где я провожу свое время и работаю над этим проектом. Бывает, ночами не сплю. Ну, то есть это уже такое вот переросло, наверное, даже в нечто большее, чем просто увлечение. Это действительно уже такое вот как детище. Да, потому что я занимаюсь, помимо этого, и другими проектами, которые тоже требуют очень большого внимания моего. И пока прошел только этот. Ну, то есть вы еще можете зайти в этот конкурс, как я понимаю, с другими проектами? Конечно, у меня есть пару козырей в руках. Если это будет другая номинация, потому что победить можно только едино. Вопрос из WhatsApp, остается ли время на личную жизнь? Кому там вы понравились? Ну, конечно, я стараюсь выделять на такие вещи время и внимание. Если говорить о вашей работе, вы работаете на факультете? Да, я работаю на факультете на базе приборной кафедры электрических машин и электропривода. Сколько времени в неделю посвящаете научной работе? Буквально вторую половину дня, каждый день. Потому что это требует времени, нужно снимать много характеристик. Несомненно, нужно подчеркнуть то, что приходится выезжать в поле и проводить полевые испытания, что тоже занимает как минимум один день. Бывает, что приходится записывать характеристики нагрузок на потребителях. Это занимает 2-3 дня, чтобы записать полностью информацию. А как вы ведете эти замеры? Мы устанавливаем необходимое оборудование на точках, на электроподстанциях, либо у потребителя на его насосах. Соответственно, оборудование записывает на карты памяти информацию. Мы ее потом снимаем, расшифровываем и строим необходимые нам характеристики. Вот вы уже говорили о том, что работаете и над патентом, для того, чтобы это был уже полноценный научный проект. А если говорить о вашей работе, будете патентовать? Да, конечно. Это разработка, я думаю, что стоит патента для продвижения в дальнейшую свою жизнь. И я думаю, что я даже дипломную работу напишу по этому поводу. Систему немного усовершенствовать надо, сделать ее более модульной, побольше. Потому что дипломная работа, она, соответственно, требует больших знаний. И да, буду ее усовершенствовать. Ваш коллега из прошлой части программы сказал, что у него в планах в том числе вывести свой проект и на международный уровень. Есть в ваших планах такое? Хотелось бы? Конкретно этот проект я бы, наверное, ставил в России. Но другие проекты, возможно, я бы вывез и за границу. Если говорить о вашем? Несомненно. Потому что сельхозкультура, они выращиваются по всей территории планеты. И это имеет место быть везде, потому что водопотребление необходимо для хорошего роста и хороших урожаев. Как в нашей стране, так и по всему миру. Хватает ли вашей подготовки научной базы для создания подобных проектов? Или же какие-то знания приходится черпать, может быть, у зарубежных специалистов? Несомненно, приходится. Мы пользуемся консультацией. Мне кажется, это истина. В спорах. Работы кого для вас? Немецких техно... Нет, конкретно для меня все-таки большое влияние имеют наши русские, а конкретнее сказать советские ученые, которые писали свои книги непосредственно по электродвигателям, на основании которых я и разрабатываю какие-то свои мысли, пользуюсь их опытом, так сказать. Если говорить о ваших работах? Я основываюсь также на опыте советских ученых, зарубежных пока не трогал. Ну и, конечно же, собственные знания дают и собственное образование, и понимание процессов дает мне рождение новых идей, потому что Хексагон родился на конкурсе Агрохакатон, который проходил в декабре месяце прошлого года. И нам предложили построить собственные теплицы из строительных материалов, любых форматов. И я подумал о том, что надо придумать что-то другое, инновационное, что-то более продуктивное. И в связи с этим моя теплица приобрела шестиугольную форму и название Хексагон. Вот оно. Я теперь поняла, почему так называется. Вот если говорить о вот этой советской школе, да, в советские годы была поддержка, да, стимулирование науки. В наше время, вот на ваш взгляд, остается вот это вот, ну так скажем, тонкое, трепетное отношение к науке в сегодняшний день, как в нашей стране, так и, в общем, в нашем крае? Да, безусловно, конечно. Наш конкурс этому подтверждение. Помимо, если вас интересует, какая поддержка еще оказывается нашей молодежи, нашим молодым инноваторам, то здесь можно еще рассказать и отметить конкурс «Куаннская школа инноваторов». Пожалуйста, он буквально в сентябре, мы приступим к реализации этого проекта. Это также инновационные разработки рассматриваются в рамках этого конкурса. Единственное, что отличает его, это то, что все-таки это еще более первая ступень, еще более начинающие ребята сюда к нам приходят. И один из этапов «Кубанской школы инноваторов» – это обучение. То есть ребята не только направляют свои проекты, и, соответственно, их на заочном уровне рассматривает экспертный совет. Экспертный совет определяет, также оценивает эти работы. И мы 50 лучших конкурсантов приглашаем для образовательной программы. То есть они приезжают и в течение трех дней проходят обучение, они взаимодействуют с экспертным советом, получают какие-то рекомендации, получают какой-то определенный, еще раз повторюсь, вектор для развития своего проекта, возвращаются домой, дорабатывают этот проект. И опять их оценивают эксперты, после чего мы лучшие также приглашаем для очной оценки. Вот этот конкурс инноваторов, он с какого возраста? Кто может поучаствовать в нем? Ну, здесь также, значит, от 18 лет. Нет, если здесь в Вайке от 14, то Кубанская школа инноваторов у нас от 18 лет. И тоже до 30? До 30, да. Поскольку это нахождение, да, там самостоятельное в формате обучения, это три дня. А сколько человек набор? 50 человек. 50 человек мы отбираем из всего контингента поданных проектов. То есть мы не знаем, сколько будет подано, но мы закладываем расходы на обучение 50 лучших конкурсантов всего проекта. И опять же охват весь край. Рассчитываем, что не только Краснодар будет активным? Да, мы приглашаем. Конечно, нет. Да, только, да, не обязательно Краснодар. Разговор о научных разработках наших молодых ученых продолжим в следующей части программы. Оставайтесь с нами. Это программа «Через край». Спасибо, что вы с нами. Напомню, сегодня мы говорим о губернаторском конкурсе инновационных проектов молодежи, премии IQ года. И в этой части программы мы продолжим говорить с победителями этого конкурса. Сейчас у нас в студии два таких противоположных направления. Одно из них медицинское, другое АПК и пищевые технологии. Ну, девушке предоставим первое слово. Диана, вы учитесь в Кубанском государственном медицинском университете на третьем курсе. Расскажите, какой проект вы представили и как долго работали над ним? Мы разрабатывали раневые покрытия на основе биополимера хитозана с заданными физико-химическими свойствами. Мне кажется, половина на сегодня край уже ничего не поняли. Мы разрабатываем принципиально новые многослойные раневые покрытия. И в их основе природный полисахарид, такое вещество, которое встречается в наружном покрове членистоногих и грибов. Довольно-таки широко распространено в природе. И мы немножко меняем, модифицируем структуру и получаем вот наше вещество хитозан. И на его основе создаем многослойные раневые покрытия. И принципиально новая разработка, поскольку такие покрытия, каждый слой, он по-своему биодеградирует, то есть рассасывается, если так можно выразить. Ну, то есть это как вот пшикалка, так? Нет, это раневое покрытие. Оно имеет многослойные структуры. Каждый слой, когда биодеградирует, когда рассасывается, выделяет свою лекарственную композицию. То есть это лейкопластырь или это тоже неверно? На что похоже? Ну, это раневое покрытие, я не знаю, какая-то такая пористая структура, помещаешь, и она полностью рассасывается. То есть это под кожу помещается? Нет, если это гнойная рана, мы ее оставляем открытой и вглубь на дно раны погружаем. И таким образом, когда лекарства выделяются, оказывается терапия в ране местная. И эта структура растворяется, правильно? Да, полностью. То есть она лечит как раз-таки ту полость, которая требуется? Да, мы и хотим представить каркас. То есть нам не нужно заморачиваться, менять лекарственные средства. Потому что в ране мы, когда ее лечим, мы меняем постоянно фармакологические средства. И таким образом для врача создается некоторая дополнительная трудность постоянно быть у больного. А когда мы погружаем наше покрытие, оно когда рассасывается, оно выпускает свое средство. И нам не нужно ничего менять. Мы погружаем готовую вот такую лекарство, если можно выразить. И генические гораздо больше. Вот, и мы спросили, как долго мы работали. Сколько это такой долгий химический процесс. Да, ну скажем так, мой научный руководитель Гвенюк Сергей Евгеньевич, когда я пришла на кафедру хирургии педиатрического и стоматологического факультетов, это было... Ну, я заинтересовалась заранее. На первом курсе уже начала литературный поиск, начала искать информацию из зарубежных источников, из русских источников. И в дальнейшем уже, когда пришла на кафедру, начала серьезно заниматься этим, потому что там уже и работа с животными, и, соответственно, операции, и посерьезнее будет уровень. Поэтому вот так работаю с самого поступления, если можно так сказать. Вот. Очень интересно. Этибар, расскажите о вашей разработке. Я так понимаю, что это еще и связано с импортозамещением. Ваш проект, который вполне можно, я так понимаю, немецкие аналоги заменить и... И другие. И другие, да. Вот расскажите о вашей разработке. Ну, проект, он комплексный. То есть он касаемо не только, допустим, даже так скажу, он касаемо станка, инструмента. То есть это ленточно-отрезной станок и инструмент. На сегодняшний день инструмент ленточно-отрезной у нас не делается в стране, ну, как оказалось. Его привозят с Германии, его привозят с Японии. Поэтому для того, чтобы можно было решить эту проблему, мы начали наносить покрытие на инструмент. То есть покрытие определенных составов, это жаропрочные материалы на основе титана алюминия с элигированными компонентами. То есть как бы состав полностью, допустим, наш. Технология тоже. Ну, здесь можно сказать, что над этим проектом работает все-таки команда. Это и научный руководитель отдельно мой, который занимался до этого, и меня подключил к этой теме. Мы также подключили ряд других университетов к этому вопросу. То есть это, допустим, Кубанский государственный университет. То есть они также помогали в разработке. То есть компонировали опыты всех разработчиков. Таким образом, данный инструмент является импортозамещением для России, так как его не делают. И в связи с тем, что надо понимать, что особенности машиностроительного производства – это обязательно должно быть инструментальный цех. Так как нехватка инструмента – это, скажем, такая роскошь непозволительная. То есть из-за этого будет простое. И поэтому решали эту проблему. А изначально еще решали проблему – это усовершенствование станка. То есть для того, чтобы данный станок позволял обрабатывать материалы, ну, скажем так, с повышенными причинственными характеристиками. Кубанские промышленные предприятия заинтересованы в вашем продукте? Заинтересованность провел Южный завод тяжелого машиностроения на сегодняшний день. Потому что, ну, они пользуются данным оборудованием. И им интересно, конечно же, не закупать откуда-то, привозить инструменты, а чтобы было это рядом. Также, допустим, мы вывозили на выставку «Архимед», где забрали золотую медаль. То есть в Москве проводилось. Там же также проявили интересы московские предприятия. И других регионов. Но на сегодняшний день, как бы, твердо у нас и Южным заводом тяжелого машиностроения есть договоренности. Пока договоренности, еще поставок не было? Поставок не было, но они предоставляют нам инструменты. Они проводят анализ, они нам выдают результаты. То есть они непосредственно используются в реалиях, да, в промышленных реалиях. Наши инструменты и наши разработки. Мы тут успели поговорить. И вы сказали о том, что эти бар являются еще и руководителем еще одного участника. Правильно? Более того, победителя. Одного из победителей. Ну, я думаю, что правильнее. Это Кудря Олег Асланович делал. Он защищает диплом как раз завтра. У него разработка, она касаема мукомольных вольцов. Разработка заключается в том, что использовались чугунные волки. Предложено заменить их, наносить на покрытие материал с эффектом памяти формы. То есть данные материалы, они замедляют процесс разрушения на износ. И таким образом, по подсчетам, можно повысить в 4-5 раз работоспособность данных станков. Таким образом, он пришел студентом, попросил помочь в данном направлении. Ну, и здесь я больше, наверное, как направляющий, чем руководитель было бы. Ну, да, данной разработкой занимаются. Интересы проявляют. Было выставлено, тоже был вывезен на Архимед в прошлом году. Он бронзу взял. И заинтересовались ростовских... Это вы от МУЗа, да, представляли проекты? Да, да. То есть на конкурсы, как Архимед от МУЗа, едут проекты. Ну, у вас уже прям преемственность в МУЗе получается, такое наставничество. Если говорить о патентовке своих разработок, будете... Или, может быть, они уже есть? Патентуем. Вот, серия патентов. Поскольку у нас это не одно раневое покрытие, а несколько, то и, соответственно, будет серия патентов. Потому что у каждого покрытия такая индивидуальная будет композиция, и можно создавать индивидуальную терапию для каждого отдельного пациента. Светлана Георгиевна, когда пройдет торжественное награждение победителей? Расскажите об этой церемонии. Ну, ребята, я думаю, уже в курсе и осведомлены об этой церемонии. Ну, я хочу сказать о том, что в разные годы мы в разном формате отмечаем ребят. И иногда это какое-то большое площадное действие, типа праздничные программы, посвященные Дню молодежи в России. Мы, кстати, всегда стараемся провести этот конкурс в преддверии, для того, чтобы отметить таких замечательных инноваторов, таких интеллектуалов, показать их нашей молодежи. Но в этом году торжественная церемония пройдет в формате приема в администрации Краснодарского края. Это пройдет буквально завтра в 10 утра. Мы ждем всех наших победителей. Здесь, в общем-то, как первая, так и вторая форма, они имеют место быть, если в первом формате, более широком, мы имеем возможность большему количеству, может быть, людей показать ребят. Но формат такой вот камерный и административный, он вызывает на диалог, на обсуждение каких-то проблем. И это всегда помогает и ребятам в дальнейшем продвижении своего проекта, в понимании его нам, как организаторам, помогает где-то форматирование этого проекта. Поэтому вот в этом году это будет так. Ну и учитывая, что мы сейчас крайне нацелены на экспорт продукции, я думаю, что и ваши, и ваши будут пользоваться наверняка спросом. И в других регионах. Вот если говорить, все-таки я стою и думаю о научном труде вашего руководителя. Как-то же он пришел к тому, что нужно именно вот эти взращивать элементы для того, чтобы они залечивали раны. Как были найдены? Ну, мой научный руководитель профессора довольно-таки долго в этой сфере трудится. Он хирург со стажем. И у него был не только экспериментальный опыт. У него и клинический, богатый, широкий опыт. Он в процессе лечения людей наверняка сравнивал, изучал покрытие. И он давно занимается разработкой раневых покрытий. Не только на основе этого вещества, но и иных средств. И поэтому, когда прошла первая серия экспериментов, мы получили хороший, не только функциональный, но и косметический эффект. То есть даже не образовывалось рубцов на лабораторных животных. И поэтому, ну, а в наше время, конечно, косметическая составляющая много значит для людей. Поэтому был сделан упор на это вещество, на это покрытие. И мы сейчас на этапе доклинических исследований будем тестировать в дальнейшем на других лабораторных животных. Продолжим. И вот как раз после завершения патентной работы, после долгой, кропотливой работы, надеясь, что наши покрытия дойдут до клинической практики и внедрим, наконец. Потому что я разговаривала и с зарубежными коллегами, когда у нас была в рамках нашего вуза конференция, вот в Германию мы ездили, я разговаривала, у них тоже это пока на экспериментальном уровне. Хотелось бы быть первыми. Да, поэтому мы стараемся, работаем усиленно. Вот, надеюсь, завершим в скором времени. Ну, так в медицине не бывает, все так, что просто. Поэтому все обговаривается, проводятся жесткие испытания, и мы уже в дальнейшем отберем все образцы, которые соответствовали по всем параметрам абсолютно. А если говорить о стоимости этого лекарства? О стоимости, да, продумывали. И затраты на его синтез, на его транспортировку, упаковку, ну и прочие аспекты не превышают стоимость существующих аналогов. Ну, абсолютных аналогов не существует, я имею в виду относительных, которые в том же сегменте используются, те же раневые покрытия, но, допустим, на другом материале, либо же в другой форме, например. В тех же самых, как вы говорили, пленки. Но пленки, они не обеспечивают такого эффекта, как мы предлагаем каркас. То есть, что не стоит заморачиваться, но при этом эффект намного превосходит существующие аналоги. Эдибар, если говорить вот о пилах, которые вы предлагаете, стоимость ваших будет дешевле, чем из Германии и Японии, как вы сказали? Ну, мы как посчитали, на сегодняшний день погонный метр пилы Германии и Японской, это основные американские, это 400-500 рублей метр. А стоимость нашей будет где-то рублей на 50-100 дешевле. Но при этом, как бы, ожидаемый эффект будет в полтора раза лучше. То есть, по стойкости, по работоспособности будет в полтора раза лучше. То есть, там потому что экономия и своеобразные технологии, и сам сплав. Что подтолкнуло вас начать работу именно над пилами, не над чем-то другим? Ну, обратился, так скажем, научный руководитель. И, ну, произучав литературу, посмотрев, какие пытались раньше решения принять, и по проектам предыдущим, которые я делал, исключая аналогичные решения, я понял, что, допустим, стоит, вот, допустим, это его тема, он мне и доказал, что она актуальна на сегодняшний день для России. И дальше я уже находил решение. То есть, одни из возможных решений. Дальше мы уже коллективом обсуждали, смотрели, и дальше дорабатывали решение до того этапа, который он уже возможен. То есть, на реализацию, интересен, будет производителем или предприятием. Светлана Георгиевна, в следующем году, когда начнется прием заявок на конкурс, и тем, кто еще не участвовал, кто захочет, когда можно уже начинать присылать свои научные разработки? И куда? Да, здесь мы, в общем-то, ориентированы на нашу программу развития образования. То есть, как только мы получим финансирование в соответствии с этой программой, мы будем понимать, какова возможность для проведения этого конкурса. Мы, естественно, после одобрения заявки приступаем к продвижению нашего конкурса. Что касается непосредственно этапности в проведении этого конкурса, то мы начинаем с информационной кампании. То есть, мы максимально стараемся информировать и образовательные организации, и в адрес муниципальных образований мы направляем информационные письма. Мы информируем наши департаменты профильные о том, что проходит такой конкурс. На всех возможных интернет-ресурсах администрации, края Министерства образования, науки и молодежной политики нашего учреждения мы размещаем эту информацию и ждем конкурсантов. То есть, вот в таком формате мы работаем. Я думаю, что это также будет ориентировочно март будущего года. Одно стало время подвести итоги нашего интерактивного голосования. Напомню, мы спрашивали телезрителей, как стимулировать науку. Как мы видим, всего лишь 0% считают, что талант может пробиться сам. 27% говорят о том, что нужно улучшить образовательную базу в вузах. 27% поощрение грантами молодых ученых. И 45% говорят о внедрении разработок в производство. Россия – родина многих известных ученых, которые не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое применение своим научным теориям. Их изобретения пользуются популярностью во всем мире. Хочется, чтобы наша страна была известна не только фамилиями Ломоносов, Лобачевский, Менделеев, но и современных молодых инноваторов. Спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь на телеканале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова